Виновники торжества признаются, этого дня они ждали ровно год. Праздновать День пожилого человека в компании друзей в Успенском поселении хорошая традиция. Самые мудрые и самые активные жители готовы даже молодым дать фору. Они, как никто другой, знают, возраст не повод сидеть дома и хандрить. Тем более, что в поселении живется им хорошо и есть чем заняться. Очень хорошо, очень хорошо. Красиво у нас. Я одна живу на первом этаже, хожу в подъезд, как будто в квартире сделано все. Плиточкой все сделали, заходишь, такая красота. Мне очень приятно. Глава Успенского поселения – почетный гость на торжестве, посвященном Дню пожилого человека. Владимиру Горяеву, собравшись, благодарны за его отличную работу. А он, в свою очередь, объясняет, именно они, сидящие в зале, учителя для многих. Ваш опыт является основой и нашей работы. Если вы говорите, что мы действуем правильно, это действительно так и есть. Потому что у вас за плечами огромный, огромный жизненный путь. И были подъемы, и падения. Только вы можете расценить, где ложь, где фальшь, а где истинная правда. Поэтому вам есть чему-то нас научить, а наша задача у вас научиться. Елена Жерельева – еще один почетный гость на празднике. Воспользовавшись случаем, сотрудник пресс-службы Межмуниципального управления МВД России Одинцовская не только поздравила собравшихся с Днем пожилого человека, но и предупредила о возможной опасности. В настоящее время участились случаи мошеннических действий в отношении пожилых людей. К сожалению, очень много злоумышленников под видом социальных работников предлагают различные услуги. Либо, например, подключение каких-то водных нагревательных приборов, либо же предлагают какие-то медицинские приборы и оборудование всех заболеваний. Пожалуйста, уважаемые, дорогие, будьте внимательны и бдительны. О всех таких случаях нужно незамедлительно сообщать и в полицию. Песни и танцы продолжили праздник. Сразу по окончании этого торжества собравшиеся разойдутся по домам и снова будут ждать свой день – 1 октября.